В заучивании Корана люди разделились на две крайности и середину. Одни забрасывают Коран и не читают его. Другие читают без размышления. А приверженцы Сунны, просим Аллах сделать нас из их числа, каждый день праведные предшественники заучивали 10 аятов. Каждый день они смотрели значение этих аятов и размышляли над ними. И каждый день просили у Аллаха облегчить им практиковать их на деле. И кто хочет следовать путем салифов, не оставляет заучивания никогда. И никогда не оставляет размышления над Кораном и дела в соответствии с ним. И что тебе делать? Заучивай каждый день. Хорошо, а если захочешь прочитать тафсир этих аятов, быть может это займет у тебя много времени. Мы скажем нет. Кто сказал, что это займет много времени? Возьми сокращенный тафсир. Это наставление ученых тафсира. Тафсир шейха Абдур-Рахмана ибн-Насара ибн-Саади. Тафсир короткий, легкий и понятный. Эти 10 аятов в Аллахе не займут у тебя и 5 минут. Что касается забрасывания Корана, посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям жалуясь на свой народ, сказал, «Господи, поистине мой народ оставил этот Коран». Оставление чтения, оставление размышления, оставление дел и лечения Кораном. Соответственно, люди разделились в отношении Корана на две крайние группы и середину. Одна группа не читает Коран и не делает ничего. Она забрасывает его. А другая группа заучивает, не размышляя. И это хавариджи. Читают Коран и он не спускается ниже их глоток. И еще одна группа читает и заучивает каждый день. И размышляют. Просят у Аллаха помощи в делах. И это и есть путь салифов.